Доброе утро! Вы меня слышите? Вы-то сейчас открылись. О, теперь видно. Так, говорите. Я на две минуты, я по делу. Буквально на две минуты. Я по поводу протяжней. Кто там у вас? Кто у вас лежит-то? А чем спрашивают? Кто лежит у нас сейчас? Кто у нас из общины лежит сейчас? Болеет, лежит. Александра, наверное. У нас-то? Да. Ну, а Александра, женщина, она сломала шею, упала. Ну, там, бедра. В общем, послушайте, вы хорошо слышите меня? Да. Передайте ей, пожалуйста. Они сейчас кинутся покупать разные средства, там, от пролежней. Всякие мази дорогие, понимаете, там им будут сейчас больницы, где-нибудь предлагать в аптеках. Пусть они ничего не покупают, а запишите вот два средства, которые ей помогут. Ну, давай. В общем, первое, это Лево-Ми-Коль. Лево-Николь? Лево-Ми-Коль. Знаешь, лучше бы мне написать, я так-то плохо слышу, а тут напишу такое, что купят совсем не то. Лево-Николь. Мэ, Мэ, Михаил. Первое? Мэ. Лево-Ми-Ми. Лево-Ми-Коль. Да. А что это такое, мазь? Это мазь, от пролежней. И второе, второе, мазь чайного дерева. Мазь какая? Чайного дерева. Чайного. Чайного. Чайного дерева. Ну, до чего нету такого у нас, наверное. Есть. Если нету, можно будет заказать, я помогу с этим. Ну, это как, смазывать надо? Послушайте, вот пусть они ничем не пользуются, вот этими только двумя мазями. Пусть они больше ничего не покупают, вот, а пользуются по переменке двумя этими мазями. То есть поочередно так. А как мазать, то одним, то другим? Ну, там две недели одним, две недели другим там. Две недели? Ну, не обязательно, ведь можно и неделю, можно и месяц. Как пойдет, понимаете? Сколько раз мазать в день? Как перевязку делают, так и мазать. Ну, примерно в день сколько, получается? Да я не знаю, сколько раз они перевязки делают. Ну, примерно хотя бы, как вот у вас было. Это в день-то раз-два. Да это у всех по-разному, Игнат Ильич. Как перевязку делают, так им пусть мажут. Это я к чему говорю, чтобы они им сейчас просто будут предлагать и они сами будут искать и будут много денег тратить, чтобы они не тратились, понимаете? Это от пролежней, да? Это вот именно от пролежней. Господи помимо. Как страшно. Понял, записал. Все, Игнатич, я тогда не буду больше смешать, я ухожу. А тут Тульская епархия, там на меня как ополчились. Ой-ой-ой. Тульская епархия. А чё им надо? Чё им надо? А чё я знаю. Я вчера получил известие, насколько достоверно нет. Андрея Кураева-то они оттуда выпроводили, Московская Духовная Академия. Ну у него работа есть, хлеб зарабатывает. В Московском университете преподают МГУ. И будто бы в МГУ обратился патриарх Алексей, чтобы его оттуда выгнали. Чтобы оставить без хлеба полностью. То есть я не знаю, насколько это достоверно. Ну, человек достойный доверия мне сообщил. Но я вполне допускаю это. Они мстительны и ужасны. Вот говорят, что самое страшное? Самое страшное, когда он живут и муж покоряется жене. А ещё страшнее, когда он усваивает свой характер мужской. Да накладывает на женскую. Все проще её недостатки. Ничего от родителей нету. Вот примерно это духовно, как они понимают. Духовная патриархия накладывает на отпечаток Мирского. А они оттуда, их происхождение. Чтобы Андрея оставить без куска хлеба. Ну, Андрей-то не останется. Да понятно. Мы его можем пригласить к себе, он у нас проживёт. Ну конечно, у вас хлеба много. Ну да. Вот такое дело. Атула что? Я не знаю, как вам это переслать или чтобы ознакомились. А о них главное интересно. В интернете столько доброго написано. То, что мы делаем, едем. Ничего этого нету. Они берут только то, какая клевета где. Клевета. Все клеветы собирают один от одного. Почему? Потому что служители дьяволов. Дьявол клеветник. Дьявол клеветник. По-гречески. Дьявол. Это служители дьявол. Как эти называют в мусульмане. Иблис. Служители Иблиса. Представь себе, что на сто положительных один отрицательный отзыв в интернете на нас. Они берут только эти. Ни одного положительного нет. Почему? Им это не надо. И обвинения против меня, которые выставляют-то. Во-первых, они ни на чем не основаны. А во-вторых, даже можно было задуматься еще. Я говорю, что Писание не равно преданию. Но Писание от Бога, а предание от человека. Сейчас сравнивают-то. Далее. Литургию совершают. Я говорю, она должна быть. Это мое мнение. Основано на Писании. Должно быть на опресноках. Католики правее нас. Ой, как они поднялись. Христос был написан не опресноком, когда совершал Пасху. Ну, о чем разговаривать? Мы совершаем, как положено. Есть. Но у меня есть свое мнение-то. Я на это мнение. Основано на Священном Писании. А почему? У нас очень хороший знакомый в Тульской области. Ну, он с батюшкой. Батюшка тоже священник. Дружит они много лет. Много. Больше тридцати лет. Ну, и вот. Мы, когда проезжали по России, это было в двенадцатом году. Мы туда заехали. Когда мы ссунулись в библиотеку, там нам уже краевая, областная. А у них там суббота была. Выходной. Ну, я говорю, ладно тогда. Мы знакомого батюшки оставим. Они вам книги сдадут. Я сказал, когда батюшке. Я разложил книги. Ну, какой разговор-то? У меня все знакомые. Здесь у него хорошие отношения с губернатором, со всеми. Это я. Я говорю, батюшка, помни, что это может не так быть. Ты не автор. Твое ко мне расположение на них может не повлиять. Он пошел. Но тут самая большая беда была, что директор областной библиотеки является прихожанкой. Она верующая. А значит, у нее мозгов нету. Если она верующая, и она подкоряется, у нее мозгов вообще не нужны. Значит, батюшка сказал, батюшка благослови, батюшка сказал, батюшка благослови. Она не думает нигде. Она сразу батюшке. Батюшка, нам книги привезли. Так, задержать. Я примерно воображаю, как это было. Задержать. Мы будем проверять. Ну, а батюшка этот подождал неделю-другую. Когда он принес им книги-то, они сказали, мы тут посмотрим. Проходит неделя вторая, он приходит. Ну, книги-то как тут? А мы их отдали, там, часть книг в епархию. Там какой-то цензорский отдел, цензоры будут проверять. Да мы же не договаривались об этом. А при чем тут церковь? Это мирская библиотека-то. Она никакого отношения не имеет к церкви. Ну, вот мы договорились с отцом Борисом, и она с отцом Борисом, она уже договорилась, что он ей место в раю уже забронировал. А что она подлая тварь блуден собой, и это не касается. Лишь бы она деньги платила, как поп. Если он платит деньги в епархию, ему разрешается все. Хоть три раза на ночь быть голубым. Я их знаю. Проходит вторая, третья, четвертая неделя, ничего нет. Наконец он пришел, говорит, ну да верните хотя бы книги. Она не может их вернуть. Или она лукавит. Наконец книги возвращаются, его вызывают на ковер, и дальше они начинают его терзать. А он только что построил храм. Храм построил. Без помощи в епархии. У него знакомый один крупный, очень крупный промышленник. У него заводы в разных странах есть. И он потерпел большую аварию. У него где-то жена с сыном, с единственным сыном попали в аварию, обе погибли. И он к церкви прилип, и к этому батюшке, и построил храм. Там одна колокольня, там, наверное, на миллион. Ужас какой. Вот. Они его вызвали, не берут во внимание, что он храм построил, что он такой любящий. Никаких. Ты помогаешь Лапкину? Он говорит, как я помогаю? А ну ты же хотел книги сдать. Значит, от него все отнимает. Мы тебя завтра по миру пустим-то. Дай нам слово, что ты не будешь Лапкину помогать-то. Представь, они как ломают души. И он им говорит слово, я помогать не буду. Потому что, во-первых, он теряет все, ничего не выигрывает. Это он правильно сделал. Но как он теперь будет жить с поврежденной совестью? Они об этом не думают. Он тут же нам звонит. А я плохо слышу, а я Сергею Пупкову отдаю трубку. Я говорю, на, ты переговори. Ну, телефон-то твой тем более. И он говорит, отец, называют его по имени, ты что сделал-то? Ты что, сломался перед ними-то? Они тебе обвинение какое-то представили? Книги не так хоть одну фразу из книг-то? Нет, не представили. Ну, как ты мог дать им слово-то? Ты предатель просто. Какой же ты верующий-то? Его это страшно обидел. Ну, я тогда, я сказал-то Сергею Пупкову-то, я бы не стал это говорить. Сергей сказал, ну, ему обидно. Мы настоящие друзья. С батюшкой они каждый год, батюшка туда ездит, он к нам приезжает. И он теперь так, ну, я говорю, ладно, ты сказал, не участвуй в этом. Он говорит, ну, вы ко мне заезжайте, я приму, потому что оказать милость путешествующему паломнику я обязан. Ну, я не могу книги теперь уже. Он связал себя. Да чего они подлые. Они будут уничтожены Богом, антихристы. И вот он теперь с ними бьется, книги вернуть не может. Книги вернуть оттуда он не может, они не отдают. Он часть забрал, а часть там находится. Он говорит, меня вы вызвали. Кто сензоры были? Там батюшек он знает сензоры. А какую книгу вы считали? Они не могут сказать. А этот Лапотников, они даже фамилию не помнят Лапотников. Я не Лапотников, а Лапкин. Ни одного слова обвинения не могут сказать. Он говорит, ну, хоть какое-то слово должны сказать, чтобы я тоже хочу спастись. Я хочу тоже быть как вы. Вы же в раю, а я-то где нахожусь теперь? Они не могут сказать. А почему? Потому что нет ничего. Нету. И вот они сейчас, это Тульская епархия, они забронировали для себя все библиотеки края. А без старшей в областной библиотеке ни одна не может. Для нас это единственная зона на всю Россию, которая оказалась блокирована по ПАБе. А тут получилось еще и есть такое, называется архиепископ Журавлев Сергей. Он там был когда-то священником в Костромской где-то. А потом ушел, вот сейчас обновленческая церковь. И он всех, он пятисятически духа получил. Ну бесноватый прямо совсем. Я знаю. Да. Ну и они взяли и он-то выступает против церкви, против всего там где-то. Он говорит по писанию. У меня очень много у меня материала. Он клоун, у меня кличка, это клоун. Он правильно говорит. И вот теперь они обращаются туда, в сервер, где это есть. И они у него закрывают его файлы, его сайт. Я как узнал, я сразу за звонок... Отец называю. Сходи к своим туда в епарке и сделайте, чтобы они сняли с него блокировку. Что вы делаете-то? Они бороться-то не могут. Они выставить ему ничего не могут. Какое же вы имеете это право? Власть, если им власть нельзя давать. Они гномят старообрядцев, духоборов, они всех убивают. Это палачи, это демоны. Демоны в черных рясах. Я говорю, ты сходи, чтобы они вас сблокировали. А он, не долго думая, тут же открывает вместо одного. Открывает, кажется, свой сервер, у него денег-то море. Он открывает, кажется, десять файлов. Они безумные. Они совершенно безумные. Он на одном работал, теперь он на десяти работает. Он поднялся со всего мира. У него в Аргентине, в Америке, в Индонезии, везде есть общины. И вот они теперь берут. Тульская, которая, это тульская вот эта злоба. Они берут гнев, Кемерово про нас говорили, а кемеровские манкурты. Кемеровские. Мы там были, книги уже почти по всем районам прошли. Они теперь идут и вылавливают, оттуда выбирают из аптек, из этих, из библиотек. Приходят, у вас Лапкин был, да, вот его книги стоят. А книги-то берут люди? Ну как, берут, считают. Ему надо вырвать книги. А много берут? Ну немного, то неделя одна прошла, то только люди еще не знают ничего. Ну мы их выставим на первое место. Прям заходишь и 38 книг, они как выглядят-то? Ну знаете, нам они нужны, у нас семинария. Студенты, да они даже там, вы их нам отдайте. Да вы прихожанка? Нет, я не прихожанка. А директор узнал, о котором она думает, да я прихожанка. Вот он через нее теперь давит. И они эти книги выбирают оттуда и к себе блокируют. А Михаил Кальмаев это узнал и идет туда в епархию к ним и говорит, я слышал, к вам книги передали, да, передали. А для чего? Ну, чтобы у нас библиотека большая. Вчера Сергей Дудин показывал, отец Сергей, показывал, как у них библиотека, там я выставил. И вот они это выставили для людей, он говорит, я хочу взять такую книгу, там 16-й том. Они сунулись туда-сюда, им не давать нельзя. И в то же время объявили, что дают и для тех, кто приходит. Я православный, хочу посчитать книги, я его Лапкина знаю, с ним ездил в миссионерскую поездку. А они не дают. Когда он опять на директора выходит, а сам включил телефон и все записывает. Так, у вас книги были, Лапкина, а почему вы их не даете людям-то? Дали в епархию. Там одна говорит, книги-то экстремистские. Он говорит, книги экстремистские? Так, нет, подождите, я сейчас бегаю к директору. Она поняла, что уже увязла. Она побежала, говорит, нет, нет, нет. Эти книги, говорит, их не в списках, нигде нет. Эти книги. А почему отдали? И она ничего не может сказать. Он все это записывает. Вот такие вопросы ставят им. И вот теперь тульская епархия все это подгребла. Вот мы даем, везде раздавали в библиотеках, написано, в вашей библиотеке с сегодняшнего дня 38 книг Игнатия Лапкина. И там говорится об этом. Милости просим. Вот и все. Подаренные в дар. Они это, публикуют эту табличку, подаренную в дар. А рядом пишут. По разным городам. Кемеровской епархии, там Новокузнецкой. Лапкина привержился. Необыкновенная активность. Продают книги, навеливают. А написано в дар. Они вообще... Даже их безумными нельзя назвать-то. Табличку вывешивают, что в дар. И, говорит, продают. По улицам ходят. Я по улицам хожу. Но это вообразить невозможно. Я по улицам ходить. Ходить-то не умею. То есть они совершенно хуже демонов, как Златоуст говорит. Демоны, говорит, не срелюбимые. И голубые грех не творят. А эти все творят. Это хуже демонов. Это не мои слова. Я на Златоуст. И вот они вчера выставили, а Юля мне это подкинула. Я не знаю. Ну надо бы как-то обижаться. Я не могу. Я сижу один дома и смеюся. Ой-ой-ой. Нет. Отойдите. Вот если бы мне коснулось быть с президентом где-то. Президент бы начал спрашивать, какие ваши предложения. Я вот думаю, русское государство, чтобы было крепкое. Как говорят России, чтобы уважали и боялись. Ну а что я делаю неправильно? Он должен в первую очередь простить. Я говорю, неправильно, что ты соединяешься с патриархией. Отойди от нее. Она разваленная. Там ничего нет у божественного. Уже только что отдельные священники, которые творят. Они даже супер подлые. Только я, в отношении меня только. Сейчас вот Андрея Кураева там что не делают. Вот этот Степаненко вышел. Он правду сказал. Они его зажали, его сейчас не слыхать, не видать. Ой-ой-ой. Я бы сказал, Владимир Владимирович, пока не поздно, отступись. Отступись. Это тебе ничего не даст. Это не теократическое государство. Они тебе ничего не могут предложить, кроме обрядности антуража. Я говорю, что он расчесывается, руки моет перед народом. Ему пуговки застегивают архиерею. Там я один полковник звонит. Я говорю, посмотрел вчера, патриаршее служение было. А он что у вас, говорит, пуговки сам застегивать не умеет? Я говорю, нет. А зачем его? Вокруг его причиндалы, там на коленках ползают. Семинаристы застегивают, застегивают. Я, говорит, посмотрел, не меньше минут 15, говорит, наверное. Ой-ой-ой. Мы как-то разговаривали, говорим, вот сейчас он зашел, апостол Павел. Ну, в любой храм. Постоял бы и спросил бы, а какой веры эти люди? Там ничего нету апостольского-то, нету. Мы деяния апостолов как-то разбирали, 28 глав, по стихам. И мы не можем не найти ни одного стиха апостольского, деяния апостолов, где было бы совпадение с апостольским и с нашим. Совершенно другое. Им надо сейчас бы там Невзорова, кого там Лапкина зажать и спрашивать, скажите, что у нас еще не так? Пока не поздно. Им это не надо. Вот великий инквизитор у Достоевского, как арестовывает Христа, когда он говорит, зачем ты пришел? Мы без тебя царствуем, ты мешаешь нам. И Христа тут же арестовали. Вот великий инквизитор, там, я не знаю, видели или нет, играет его Михаил Ульянов. Ой-ой-ой. Как они его поставили? Она у меня на форуме есть, могу дать. Это сегодня вот выставили? Мне интересно, у меня не так мозги работают, как у них. Я сегодня полегче, хоть гнусавлю еще. Вот. Говорят, против меня выступил Сыфтыкарский и там Ханты-Мансийский Петерим. Метрополит. То ли метрополит, то ли епископ, не пойму я его. Против меня. Он меня не знает из чего. Но я заинтересовался. А его обвиняют как раз в голубом лобе. Я про это не знаю. Но я его нашел, когда стал смотреть, где он выступает. Кажется, он против меня. Я бы должен. У меня никак это не срабатывает. Я сам посмотрел, он мне понравился. Он такой оригинальный. Он там выступает и против решений патриархии, а не неправильно. Против ненужных храмов, где надо среди народа строить. А не на Валааме, не на Соловках, где никого нет. Я его еще раз просчитал. Этого Петерима. Я не могу ему дать знать, поприветствовать его. А он мне понравился. Звонок? Да, да. Так, минутку. Так, говори. Говори. А кто это? Ну давай. Сейчас. Так. Отец Павел приехал, дверь-то не раскрытая. Установи этого пока. Прямо. Так. Отец Павел приехал. Которого с него арясу содрал. Не разобрал, а содрал. Магнитопон отобрал крест. Местный был епископ Максим Дмитриев. За то, что он тайно хотел записать, спрашивал вопрос про крещение. Чтобы владыка сказал, а он бы своему порторгу показал. Гордиенко. Бывший порторг у них священникам. И он с него все содрал и по сегодняшний день. Его отправили куда-то. Он на 7 тысяч с него снял. Сейчас зайдет богатырь там. Он бы их там всех разметал. Ну он стоял, руки опустил и... Ой-ой-ой. Это у меня вот за два дня-то Петерима. Я прям... Ну понравился он мне Петерима. А что против меня говорит? А кто я такой, чтобы не говорить-то? Пока он на меня говорит, он другого не трогает. Вот что важно. Я его силы-то на себя отвлекаю-то. Я посмотрел. Он хороший этот. А за ним что говорят? А может и ничего и не было. Ну просто понравился. Вот так. Ну а где посмотреть-то можно? Где он говорит против вас? А где... Где? Ну я даже не посмотрел, где. Мне скинули просто. Скинули. В администрации скинули. Вчера интересно случилось. Такое дело никогда не было. Я-то целый день вчера... Томлюся. Горяченькое пью. Никуда не выхожу на улицу-то. Ну и сижу. Вечером сунулся. Ну надо посмотреть, что у меня в интернете делается. На форум захожу. Под своим именем. Все как положено. А ничего нет. Пустая страница. Я никакой операции не могу делать ничего. Все права отняты. То есть регистрируйся по новой. А как? Когда я главный администратор. Форум-то мой-то. Маленько погодя. Ольга зводит. А она супермодератор, кажется, от администрации. Она сильно разбирается. Очень сильно. Я говорю, да давай выручай. Что случилось? Он зашел, такого не видал. Ну мои права восстановил. Но он мудро сделал, когда форум образовал, для меня сделал запасную регистрацию. И я по ней вошел. Что это такое могло быть? Главное, мои данные принимают, но только чистая страница. Ничего нету. Я даже чуть к вам не поехал. Это системный сбой. Системный сбой? Так почему тогда на Ольгу он вышел, системный сбой? У ней точно так же все права отняты и пустая страница. А она в другом месте находится. Что-то там на хостинге. А? Это исправится. Это исправится на хостинге. Не страшно. Не страшно? Может быть вирус какой? Или это они преследуют нас? Ну у нас же ничего нет. Чисто религиозные разговоры. Вот. Но они ни перед чем не останавливаются. И вот которые... Тульское-то на меня скинули, я вам кину это дело-то. Они мне сегодня развеселили так. Ничего нету нигде. А пресс на кино... Ой-ой-ой. Это наши бывшие, которые были там, Волков, Шимко. Они там исследовали мои книги. И в них наши, ну... Правильно все написали. Я так говорю. И думаю, хорошо, что они выставили в интернет. И теперь новые хулители. Они это цепляют, а дальше не идут. Зачем дальше так? По опреснойке. Они за эти опреснойки ухватились и трясутся сейчас. Все на нашу пользу. Сейчас отец Павел придет. Я его познакомлю с вами. И вы увидите. Дальше Ермоленко, отец Павел и сын его Иван. Они приехали за Евангелями. Я им Евангелие тысячами даю. По тысяче. Сейчас приехали, я очередную тысячу даю. Бесплатно, конечно. Он трудится. Трудится, но сейчас он, кажется, перешел к Афангелу. Кому-то. Так. Сейчас. Где они? В туалете. Они на машине? Да. Ну вот. Сейчас подойдет. Они с Ваней? Один. Один. Ну вот сейчас пускай ты его разуй. Там валенки дай ему большие. Я с Сергеем познакомлю его. Вот такое, дорогой брат, дела-то наши. И что-то мы значим, как пришел. Однажды там материал какой-то. Его не поймешь. Собеседник. Журнал такой есть. Журналу смена приложения. А проректор у нас там Семкин, Борис Васильевич, академик. Он говорит, статья тут появилась про вас, говорит. Я, говорит, купил вам журнал-то в университете. Я говорю, а какая, положительная или отрицательная? Я, говорит, не пойму, говорит. Вроде положительная, отрицательная. Ну и правда. Я посчитал, там еще такого нету. Вот, он говорит, ну чего-то мы значим, что если нас в таких журналах печатают. Вы, говорит, понимаешь, любая антиреклама, это и есть реклама. Валенки ему дай. Сюда подойдите с Павел. Я познакомлю вас с человеком, удивительной личностью. А, видел его? Давай сюда. Там прям, это, только валенки надень. Валенки. Иди ты, не пожалеешь. Сейчас ты увидишь его. Героя нашего времени. Я вас познакомлю. Давай я тебя с Павел. А ты что, Ваню-то не взял с собой? Ну ладно, плохо слышу, я тут наушники как-то где. Отца Павла в осенью жена умерла. Двое с сыном остались. Он дома построил домовую церковь, приходят молиться. Его архиерей-то когда всего лишил, ему жить-то надо, он пошел в золотоискательскую партию. Потом давай водить маршрутки здесь. Он не умрет с голоду. Свободное время рыбащит. Это архиерея тряхни выкинет. Он как пугало на огороде будет стоять. А отца Павла не запугаешь. Так, ему стул. Возьми сюда, батюшка. Стул тащи сюда. Не снимай шуку. Вот это, прям вот это. Надень на себя. Наоборот. Ты сильно в этом выглядишь, так импозантно. Вот так. Давай. Пускай кресло видно будет. Не застегивай. Батюшка. Только внизу чуть. Возьми стул. Сюда подходи. Да вот стул можно здесь взять. Так, убери с дороги маленько подальше. Вот сюда садись. С мир вашему дому. С миром прямо. Давай. Вот сюда рядом. Вот. Сейчас поближе ко мне, что тебе видно. Вот сюда смотри. Вот. Это вот Сергей парализованный лежит. Ударился головой там и 10 лет, 12 лет уже лежит. Мы с ним. Мир вам больше. А? Миром. Вот отец Павел. Покажи крест у тебя где. Вот он. Вот он. Вот он. Вот. Благослови Сергея. Болосы. Православный человек. Он сильно помогает. Вот. Ты немножко сейчас сам скажи. Может там неправильно. Скажи на тебе, когда снимали подрясники. Его епископ снял или изорвал? Снял. Снял. Не рвал? Нет. А то некоторые говорят, порвал, изорвал. Я говорю, откуда вы берете? Я бы рядом, я бы знал. Нет. Отец Сергей говорил, порвал. Нет. Ну вот. Ну вот он живой человек. Вот он самый. Про него речь как раз и идет. Это в каком году было? В 2002 году. В 2002 году. В 2002 году. В 2002 году. А как получилось? Почему на тебя огневался-то? Ты пошел туда как? В епархию-то? С какой целью? А я бы туда и не пошел бы. Если бы знал, что это получится. А я предполагал. Так. Вот. А началось-то все с того, что когда Бог призвал на служение, в 1995 году, то я сразу уже знал, что нужно ходить по домам, благовествовать, призывать народ на покаяние, в храм, в церковь, Богу. Вот. То и начинал делать. Сразу. Из пристали. Вот. Затем я купил, значит, правила православной церкви, где начал понемногу читать и смотреть, что несовпадение идет наших действий с тем, что написано в правилах. Ну и так подумал, думаю, кто же есть-то, кто соблюдает-то эти правила. Если сейчас их начать соблюдать и крестить правильно, там и все, поступать правильно, чтобы торговли не было, в храме и таинства безвозмездно были, то сразу запретят. Просто не дадут служить, потому что поставлено все на колеса деньги. Деньги, деньги. Плати, 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 плати. Поэтому, господи, где такие люди, которые это все соблюдают. И вот прошло довольно-таки времени, до 2002 года, и через одну женщину я услышал, что есть такое село Потеряевка. Вот. И она, говорит, я там две недели была, она некрещенная с сыном. И они в лагере были. И им очень понравилось, и, говорит, как в 18 веке побывала. Побыла. А мы познакомились в Карабенниках с ней. Она с московской патриархатики. Это там щитотворные иконы, как живут туда из парки. И всегда туда ездят в Карабеннике летом. Ну и я думаю, туда ехать или не ехать, но Бог вот подобил туда съездить. Значит, был промысел такой, что проснулся ночью, думаю, надо ехать. И поехал. И вот мы встреча была, думаю, там все знаю. Там шалман этот весь. Народ проходит, заходит, все выходит там. Гул стоит в церкви. Можно все это дисциплину навести было. Вот. Меня это не устраивало, конечно, что там такой шалман. Все это. Дисциплины совершенно никакой нет. И вот встреча с этой женщиной была, и она мне рассказала о Потеряевке. Я очень загорелся, думаю, поеду найду. Она говорит, а я дороги не знаю. Говорит, найди мужа. А там пять тысяч человек. Попробуй найди этого мужа среди этого всего. Ну, Господь сподобил и нашел этого мужа. Он рассказал о дороге. Где это? Где свернуть надо? В каком месте? И потом в полях там искать. Еще надо спрашивать еще там, где бригады какие. И доехать там только через расспросы. Иначе там в полях заблудишься. Вот. И, в общем, мы приехали. Заблудились мы там. В общем, ночевали на бригаде. Вот. Утром рано мы выехали. Чуть рассвет начал. Вот. Приехали мы в Потеряевку. Ровно в пять часов. Около пяти было. Я думал, там спят все. А там движение вовсю. Там уже трактора. Урчат машины. Братья там. Я подошел. Бородатые, припоясанные. Я говорю, а где батюшку найти? Я говорю, наверное, спит? Я говорю, нет. Говорит, он там срано стоит. Ну, я удивился. Он пошел батюшку. Это. Батюшке там сказал. Батюшка вышел. Мы с ним познакомились. Вот. И когда мне показали. Батюшка повел по храму. Показал храм. И, в общем, все, что у них по канонам все делается. Я был сильно удивлен. Вот. И мне это все по душе было. Потому что все это читал. Думаю, где бы это все увидеть наглядно. Лагерь показали. Вот. Уставы. Вот. Думаю, привезу сына сразу. Потому что надо учить. Слава Богу, есть такие, как Игнатий Тихонович. Кто бы обучал детей. Вот. И сразу домой вернулись мы. Значит, там матушка была. И все. Мы решили Ваника туда. В лагерь. Я тут же немедля. Значит, его собрали. И в лагерь его привезли. Вот. Такая. У нас началась такая дружба. Вот. С этих встреч. И. Мальчик, а можно узнать немного о плодах. Дружбы. Расскажите. Вот. Как у вас проходит благовестие? Ну, вот. Значит. Суть-то вот к этому-то что. Ну, я знал уже. Это было в июле месяце. Я уже знал, что меня запретят. Уже через полгода я уже знал. Что через полгода меня я не буду служить. Ну, а у меня свобода. Я начал наводить порядки на тех приходах. У меня их было четыре прихода. По разным. По алтайскому краю. И там начал, значит, и благовестовать. И собрания собирать. Вот. И рассказывать людям, что есть каноны. Такие. Которые все позабыли. Люди-то. Вот. И что по ним надо жить. По Библии. По святой. Вот. Положили на аналог Библию. Вот. И учение сразу пошло у нас. Собрание. Учение. По Библии. По святым отцам толкования. Вот. По Златоусту. Все это. То есть на основании Священного Писания. По 19 правилу 6 Вселенского Собора. То есть мы не свое несем. А несем то, что святые отцы нам заповедовали. Нам запрещено просто что-то от себя тяну какую-то городить. Вот. Вот. Ну конечно. Выше стоящему начальству это все это не нравилось. Они начали мне с проверки засылать. Как-то там чего. Подискиваться. Я-то вообще в этих интригах не понимал ничего. И не знал, что это там что-то такое-то. А они начали подискиваться под меня. Вот. Что это ты там делаешь. Какие-то собрания устраиваешь. Это. Что это такое. Вот. Что это за общину ты готовишь. Общины создаешь. А я говорю так в уставах там написано община. В церковном уставе. Что надо создавать общину. Вот. Ну и они в общем подыскивались и подыскивались мне. Там и лжой разной всякой. И в итоге там на этом Игнатий Тихонович дал вырезку с журнала. Где о патриархе о видении было сказано. Ну и я сопоставил. Життя святых читал. Там видения разные. Сны и все прочее. Явления угодников божиих. И я начал говорить, что вот патриарху такое же видение было как и тем в те далекие времена. С нашим святым. Видения были. Я говорил вот смотрите куда нас ведут. Куда мы пришли. Вот. И когда это все начал делиться с людьми то. Все и дошло до благочинного. Он бывший коммунист. А мы с ним. Он меня недолюбливал мягко говоря. Все. И тут им попало на чем можно. Говорится. Сделать. Значит свергнуть так сказать. Подыскаться под меня. Вот. И вот они вот на этом то. И главная то зацепка была вот в этом. Вот. На патриархе. Ты тут патриарха трогаешь нашего. И все. Я говорю. Привидения. Жития святых откроешь на. Нет. Учебника. Значит это. Книги где бы. Не сказано о видениях. Привидениях разных. И все. Там все переполнено. На этом. Вот. А как было. Вы же за столом сидели. Как ты беседовали. Относительно крещения. А до этого вот. Приезжал епископ. В камень. Это было. Максим. 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 Приезжал он в камень. В августе. Он посещал приходы. И там где. Знакомился со священниками. Вот. И я. Там стол был. Значит. После литургии. Там стол. И священники собрались. 18 священников было. Один дьякон. Вот. И. Он спрашивал. Есть у кого вопросы. Я поднял руку. Он говорит. Говори. Я встал. И начал говорить. О нарушениях. Крещения. Что неправильно. Без подготовки. Крестят. Без научения. Что торговля в храме. Идет. Это говорю. Надо прекратить. Потому что. Это не по канонам. И. Значит. У нас. Говорю. Еще реки не высохла. Говорю. Река опь. Еще озера вокруг деревень. Все не перевысыхали. Надо полным погружением. С научением крестить. А он меня спрашивает. А ты как крестишь? Я говорю. Полным погружением. Вот. С научением. Приезжает. Вот. Прочитай Библию. Евангелие. Вот. Заповеди изучи. Экзамен сдай. Ну. И он. Значит. Начал. Сразу. У благочинного справиться. А это кто такой? А это кто такой? Ну. Ему. Благочинный. И говорит. Кто я такой-то? Гордиенко. У. Говорит. Он там загудел. У. Говорит. Так ты раскольник. Так я говорю. Какой я раскольник-то? Тут понятно кто раскольник-то. Не соблюдает-то ничего. Вот. Вот. Они сразу ярлык мне навешали. Ну. И все. Вот с этого момента-то ему было задание дано. Все это следить. Полностью. Все. За каждым шагом. Подыскиваться. Вот. Ну. Меня и до этого вызывали там на ковер. Всякую клевету там. Говорили-говорили. Я все отметаю. Ну. До еще Максима. Было. Я говорю. Чего вы, говорю, собираете там все? Какую-то клевету. Какие-то кресты. Какие-то крестики. Кто-то что-то сказал. Я говорю. Вообще этого ничего не говорил. Вот. А еще был владыка Антоний. Я говорю. Один встает благочинный. Да. Перед вот этим собранием. Так вот. Перед заступлением епископа Максима. Еще живой был Антоний. Вспомнилась. Погручил. Вспомнилась. Говорим. Встает. Говорит. А ты, говорит. Не твои ли слова? Говорит. Вы, говорит. А там наложили на налоги. Очень большие. То есть было, допустим, 400 рублей в декабре платить. А надо. В январе уже 800. А морозы были минус 50. И метели. Все замело. Снежная зима была. Морозная. Не проедешь ни в деревня никуда. На вертолете только можно долететь. Вот. А налоги огромные стали. То есть 800 рублей. И по деревням еще надо 600 рублей наколотить. Чтобы все это пособрать и отдать. Ужасно. И надо было уже 20 числу было это все отдать. Это весь. Все налоги. А я говорю. Только я и не ездил никуда. У меня нет. Мы не могли выехать. Запланировано, чтобы поехать на Рождество Христово. Мы не смогли поехать. Было минус 50. Мы пошли просто помолились в храм. Сходили. Ну и вот меня на разбор вытащили туда. Почему ты не платишь налоги и все прочее. Вот. Ну и один говорит. А я сказал батюшке одному. Говорю. Так а вы боитесь. Трясетесь за сидушки свои там. Вот. И платите. Вылазите вон из кожи. И платите. А мне платить нечем. А я за сидушку ни за какую не держуся. Я говорю. Свободный человек. Вот. Все они меня. Потрепали. Я говорю. Это не твои слова. Я говорю. Я говорю. Это истина. Мои слова. То что я говорил. Я не отрекаюсь. Он хотел меня. Ну и все смотрю. Батьки на меня смотрели. Все голову так понурили. Все опустили вниз. Стыдно. Я говорю. Я говорю. Ну что. Боитесь. Я говорю. За сидушки. Как вас вытряхнуть сейчас. Аркерей. Ну и там начали. Голосить. Кто меня ненавидел. Сана лишить. Сану там лишить. Владыка посмотрел. Говорит. Да у нас это успеем сана лишить. Запрет. Нет. Не дадим мне запрет. Иди служи. Работай. Вот. Он опять там налоги. Я говорю. Да это налоги. Я говорю. По теме. Одна деревня была там. Мертвая. Совершенно. Чего только не говорили. Чего только не делали. Придут бабульки. Говорит. Ты одна другую толкает. Две бабки пришло. Говорит. Ты свечку не покупай. А то поп разбогатеет. Вот. А мы это все потом это все сняли. Я говорю. Свечи бесплатные. Сколько хочешь бери. То есть. Когда по канонам стали. Я говорю. А вот. Святая десятина Богу. Это по Библии. Я говорю. Положили. Кто желает. Пожалуйста. Вот. Который. Хотит страх Божий иметь. Платите. Вот. А у нас все безвозмездно. Мы поставили все. Свечи поставили. Все. Нисколько не стоит. Таинство безвозмездно. Двадцать третье правило Шестого Вселенского Собора. Торговля в храме не ведется. Семь шестое правило Шестого Вселенского Собора. Вот. Поэтому все это установили. И. С научением. Чтобы все было. Ну. Люди приехали. Да. У вас бесплатно. Бесплатно. Ничего мы не берем. Безвозмездно. Все таинства. Покрестите нас. Нет. Говорю. Заповеди. Евангелие прочитать. Библию прочитать. На вопросы ответить. О. Ты поп. Что-то загнул тут. Я говорю. Я не я. Это не мое. Это Божие. Слово. Говорит. Идите. Научите. Все народы. Запятая. Крестия их во имя Отца и Сына Ситага. Духа Матфея. Говорю. Двадцать восьмая глава. Вятнадцатая стих. Они. О. Да. А мы все заповеди знаем. А их человек двадцать собралось. И там крестить им надо. Все у них там шашлыки уже шуршат. Все. Вино. Все у них надо. Быстрее. Быстрее. Все. Я говорю. Я говорю. Мы назовем десять заповедей. Я говорю. Пожалуйста. Все доведенного назовете. Совместно. Хотя бы десять. Мы будем крестить. Давайте на это же пойдем. Они начали называть. Ну как всегда. Не убей. Не прелюбодей. Не укради. Я говорю. Ну а дальше. Семь то. Кто будет называть то. И вот они и так кружили. И так и эдак. Ну и больше ни одной не могли выдавить себя. Я говорю. Ну и как. Вы десять не назвали. Я не буду крестить. Только три могли назвать. Ну батюшка. Я говорю. Да. У нас безвозмездно. Все. Садимся по машинам. Поехали. Крестить. В камень. Туда. Гордиенки. Лоб помочить. Все. Я говорю. Ну смотрите. Куда хотите так езжать. Я говорю. Он. Евангелие предложил. А если бы священники мыслили. Что. Подожди. Вы откуда приехали. С Веркова. Там есть священник. Идите. Он и вас учит. И у нас с научением. И у нас безвозмездно. Но с научением. Вы у своего священника креститесь. Они развернулись бы. И все. И все бы. Так бы. Священники бы. Да. У нас Россия бы. Возродилась бы. Да с научением бы. Мы уже опоздали. Опоздали сейчас уже. Сектанты все прошли уже. Прошли везде в каждый дом. Вот. Заглянули. И все. Они сейчас. А люди сейчас сидят у зомби ящиков. Зомби телевизоров. Зомби компьютеров. Они не могут отличить уже православие от сектанта. Это очень тяжело поддается даже внешне. Ну я где. Выходят. Да у нас уж были. Я говорю. Кто был то? Сектанты были. Вы православные от того видите. А чем отличается. Я говорю. Так а внешне. Я говорю. Борода. Крестимся. Молимся. Вот. А они. Ну да. Говорит. Вот. Вот. Мы им предлагаем. Евангелие. Вот. Слово Божие. Рассказываем. Вот. Кто принимает. Кто в дом запускает. Кто так принимает. Вот. Кто на беседу приглашает. Домой зайдем. Побеседуем. Вот. А Евангелие. Евангельская тема. Покаяние. Вот. Дарим журнал. Душа. Тоже. Чтобы по святым отцам они тоже там. Слово Божие разбирали. Покаяние. Это. Плавные переходы. А именно. Резко все. В церкви менять. То есть. Погружение. Купели. И тому подобное. Да. Иначе. Ситуацию не поменять в стране. Ну. Вот. Один священник. В камне на обе. Говорит. Я построю купальню. Купель. Уже давно это. Уже давно это идет. С 80-х годов. Как. Значит. Крещение Руси произошло. И каждый священник хотел все построить. И кирпичи завозили. И еще что-то там. Цемент. И все. Каждый хотел построить. И так по сей день не построено. И один. Хотит. Я возьмусь и буду строить. Вот. Ну. И благочинный то и говорит. Я говорю. Тебя первого там утоплю. В этой купальне. И все. И на этом все кончилось. Вот. Вот. Вот так вот. Начальники. Я говорю. Вот на выступил. Когда на собрании. Опять возвращусь. Туда. На этом. Я говорю. Купальню надо. Эти. Бактестерия строить здесь. В храме. Вот. Делать. Я говорю. Ну что. Сейчас вот. Покрестили. Я говорю. Лоб помочили. Вышел он. На порог храма. Я говорю. Тебе что-нибудь рассказали. О Христе. О Боге. Нет. Ничего. А креститься умеешь. Да нет. Ничего. Я не знаю. И он тут же. Ему лоб помочили. Деньги взяли. Он тут же. Табак. Достает. Сигарету. Закурил. Я говорю. Здесь нельзя курить. Выходите. И бросайте. Это дело грязное. Все. Ну и спрашиваю священников дальше их там. А Дух Святой сошел на него или нет то. Ну и никто не может то сказать то. Ну если сошел. Он уже бросил бы курить. И материться. И злиться. А если же не сошел. То и нет ничего. Он тут же курит. И пьет. И материться. Вот. Люди то должны это же понимать. Что кого они крестятся. Если он курит. Да какое крещение то может быть то. Но когда архиерея не против был полного погружения к крещению то. А местный ваш стал как бы против. И ты решил тогда слова и владыке записать. Как это было. Ну и когда здесь разговор то еще зашел. По столам идет то. 18 священников то сидят. Понурили голову. Я говорю. Ну что надо же крестить то правильно. Он говорит. Ты раскольник. Ага. Что правильно крестить. Я говорю. Да каноны это гласят. Патриарх говорю. Алексий Второй тогда был еще живой. Я говорю. Он много раз во звании то говорил и писал пастырем. Чтобы где этих баптистериев нет не крестить. Деньги не брать. А я говорю. Генерала своего не слушаются. Ну ты послушался и все. Остальные будут тоже прислушиваться. Тоже наводить порядок. Типа. Я говорю. Так каноны надо соблюдать. А потом дальше он. Епископ Максим говорит. А я и не думаю их соблюдать. Я и не думаю что их нужно соблюдать. Вот так вот. Ну и после вот этого когда он сказал что я не думаю. Думаю. Ну давай-ка. Это все надо записать бы как бы. На диктофон. Чтобы он сказал что я не думаю что их нужно соблюдать. Вот. Ну вот. Вот такая мысль была. Не что-то там как-то его подсидеть там унизить там или еще что-то. У меня даже и мыслей таких не было там или куда-то то вынести. Вот. А так вот чтобы Гордиенко послушал что нужно это делать правильно. Потому что у нас зашел вот именно по поводу этого крещения. И торговли в храме. Без научения. Всего это народ вне научения находится. В темноте. Вот. Ну и с народом с таким легко сладить. Который неграмотный то. Ничего не знает то. В обмане живут. Вот. И вот они поставили цель меня убрать. Начали подыскать. И как ты решился пошел то с собой магнитопон взял? А нет. Это меня. У меня его и не было с собой. А потом привез Никита в епархию. Передал мне его. Я говорю я не знаю даже пользоваться надо. Указал. Включи на кнопку сюда и все. Ну я положил в карман и все. Туда. Ну и как он обнаружил или как? Почему он так? Он начал значит это. Ну тоже там значит клеветы разные было. Я говорю нет это я говорю не мое. Ты там говорит не причащаешь людей которые там приняли ННН. Я говорю до такого вопроса даже не стояло никогда. Я говорю это дело добровольное как хотят. Наше дело исповедовать чтобы люди каялись во грехах своих исправлялись. Не грешили. А это дело любого. То есть клеветы они не могут нигде. Да. Клевета. Одно. Второе я говорю отметаю. Клевета, клевета. Да ты за патриарха не молишься. Там. Я говорю такого еще и не было. Я говорю первый раз. Я говорю вот гордиенко сидит поднимите его. Он встает. Нет ладыка. Он против патриарха ничего не говорил. То есть поминал все. Вот. То есть чего только не придумают. Вот. Ну и затем он видит значит я говорю надо же людям то чтобы правильное крещение давать то. Полным погружением с научением с каноны соблюдались. Как вы благословляете чтобы все священники так. Он молчит. Я ему трижды этот вопрос задал. Архиерею. Да. Говорю. Вы благословляете чтобы по канонам священники все служили. Максиму Дмитриеву. Да. Максиму. Благословляете? Молчание. Я ему третий раз этот вопрос задаю. Благословляете по канонам служить всех священников чтобы правильное крещение было. Торговли не было. Молчание. Ну молчание. Понятное дело что предается молчанием Бог. Вот. Ну это все записалось. Вот. Ну и он. Молчание. Молчание. И он смотрю. Сильно на меня. Злится. Не знает как меня достать. Я сижу. Видите тут судьи. Рядом сидят. Священники. Архиепротереи. Ну и. Он. Он меня начал запугивать. Чтобы сломать то. Там и. Милицией. Полицей. Психушками. Я тебе сейчас вызову. Он. Раза три. Это. Я сейчас вызову психушку. Да. У меня тут. Друг. Генерал. КГБ. И все прочее. Я говорю. Ну а потом думаю. Еще сейчас скажет. Думаю. Давай разыграем эту комедию. До конца. Он промолчал. Разъяренный. Отдай крест. Я говорю. Да вы мне его не вешали. Говорю. Мне его говорю. Подарили. Благословили. Я говорю. А вы его мне не давали. Отдавай крест. Я говорю. Не отдам. Он соскочил. Ко мне подбежал. Давай сорвал с меня крест. Вот. Это в епархии было? В епархии было. Это прям. А кто там был. Из священников? Священники. Метельницкий Константин. Александр Войтович. Протери. Гордиенко. Может еще кто-то был. Вот эти вот трое точно были. Вот. И вот. При свидетелях. Вот это он напал. Значит я. После того как он крест меня содрал. Я развернулся. Пошел к выходу. Вот. Значит. Меня пригородил Метельницкий дорогу. И он кричит. Не давайте выходить ему. Вот. Я тебе сейчас вынесу решение. Ну ладно. Решение. Решение. Ну и он говорит. Ты запрещаешься в служении. Я говорю. Хорошо. Назовите правило. По которому я запрещаю служение. У нас их много очень. Почти тысяча. Назовите. Не может ни одного правила назвать. Я говорю. Давайте. Решайте по правилам. Судите по правилам. Потому что. Самое высшее. Вящее. Написано. Высшее. Суд. Милость. Вера. Бог сказал. Судите правильно. Они ничего не могут. Все. Злоба там поднялась страшная. Все. Он после этого запрещает меня и сдергивает рясу. Все. Ну а там у меня в подряснике был уже ряса сверху. А под низом подрясник был. Как положено. Вот. Там у меня магнитофон был. Все. Ну его увидел там. Значит. Что он там. И забрал его. Вот в то время то он не думал что его уберут отсюда и в такую дыру закинут. А это должно было случиться. Бог в дальнейшем открыл все это. Что это. Что с ним Господь решил. Значит отнял от тебя крест твой серебряный. Да. Рясу снял с тебя. И магнитофон. Да. И ничего не вернул. Ничего не вернул. Вот. Ну а я по этому поводу к нему и не стал ходить. Даже чтобы забирать. А вот на примирение я с ним пошел. Вот. Во второй главе. Во второй книге Иоанна Златооста там сказано. И Господь Евангелие говорит. Иди примирися. С ближним своим. А потом принеси жертву мне. Примирися первый. И вот Златоуст. Иоанн Златоуст говорит святитель. Говорит. Ты первый сходи. Примирися. Ты венец получишь. А если он придет который тебя изобидел. Он получит венец. Ну я пошел к нему. Примиряться. И меня на проходной. Кто ты такой. В епархии. Там стоит охрана. Семинаристов. Я говорю. Такой-то. Такой-то. Он записал. По какому поводу. Я говорю. На примирение иду. Ну проходи. Пошел. Значит сел. К секретару и сообщил. Что я такой-то пришел. Сообщите Владыке Максиму. Я пришел на примирение. Он сообщил. Никакого не вызова. Все. Он оттуда. Значит. Послал. Гончего. Этот несется. За этим. За который меня пропустил. Сторож. Семинариста. И он. Я говорю. Ты что. А. Говорит. Владыка меня вызывает. Говорит. Сейчас. Говорит. Мне уже сообщил. Говорит. Меня. Семинарии выбросят. За то. Что я. Меня пропустил. В епархию. Да. В епархию. Меня. Пропустил. Меня сейчас в семинарии исключили. Я говорю. Садись. Ага. Он меня объяснительную. Требует. Я говорю. Садись. Пиши. Я ему продиктовал. На каком основании. Он меня пропустил. На что. Пришел я на примирение. По Евангелию. Вот. Примириться. С Владыкой. Чтобы у нас никакого. Значит. Обиды. И зла. Никакого не было. Вот. Он это все написал. Под диктовку. Я говорю. Отдавай. Вот. Чтобы Владыка знал. Ну и все. Он отдал. Вот. Мирно обошлось. В общем. Он не вышел. Ничего больше. Дальше не было. А ты после этого приходил. В Покровский собор. Здесь на моление. Как тебе относились. На благослужение. На Покровский собор. Мы приходили. Неоднократно. Молились. В храме. В алтарь даже не хотели пускать. В алтарь. По первости мы входили. Вот. Ну а в дальнейшем. В общем. Не стали пускать. В алтарь. Не исповедовать. Не хотели. Не причащать. Вот. Ничего. Вот. Потом. Дальше. Мы когда благорестовали. С Игорем. Дыбуновым. В одном селе. Значит. В Тогуле. Вот. И приходили в храм. Молиться. То нас с храма. Начали гнать. Оттуда. Там. Батюшка. Их. Они везде. Одни. Я говорю. Вот. Был. Шестой Вселенский Собор. Праздновался. В августе. Там. В конце. Он. Праздновается. И мы. Он. Батюшка. Выступил. Надо нам. Вот. Такая проповедь. Я концовочку. Так. Возьму. Что. Нужно нам. Соблюдать. Постановление. Шестого Вселенского Собора. И. Тем самым. Мы. Значит. Верные. Будем. И. Делами. Почтим. Своих. Святых. Отцов. Ну. И. Там. Собрались. Люди. Крещение. Принимать. Лбомочение. Ну. И. Я. Говорю. Вот. По. Шестому Вселенскому Собору. Должны. Правильно. Вас. Батюшка. Погрузить. А. Прежде. Научить. И. Безвозмездное. Вы. Заплатили. Говорю. Кулаках. Будем. Выносить. Вас. Выгнали. За. Это. Так. Я. Говорю. Поверь. Вот. Так. Надо. Дела. Делать. Чтобы. Все. Так. Давай. Скажи. Рост. Метр. Восемьдесят. Два. Вес. Не. Восемьдесят. Килограмм. Больше. Да. Выгнали. Вытолкали. А. Игорь. Тоже. Игоря. Там. Тоже. Зацепили. Ну. И. После этого. Все. У нас. Пошло. Он. Начал. На нас. Бумагу. Написал. Поехал. В епархию. Там. На нас. Бумагу. Составили. Ни одного. Предложения. Тоже. Составили. Все. С Евангелия. Где-то. Двенадцать. Евангельских. Мест. О Благовестии. И мы его звали. Этого священника. Пойдемте на Благовестие. Вячеслав звать. Вячеслава. Да. Звали его. Постоянно. Пойдем с нами на Благовестие. Звать людей. В храм. Молиться. В церковь. Он с нами. Не пошел. Мы ходили. Вот. И. И. У сектантов там были. Их. Тоже. Звали. Чтоб они покаялись. Вот. И когда. В общем. Они. Он написал. Что этим. Двоим. Которые ходят. В черных рясах. И. Нельзя. Принимать. Вот. Вот. Такая статья была. Ну. И. Мы. В противовес. Это. Значит. Другую статью. Выпустили. Через. Районной газете. Паритет был. Редактора не было. Тогда. А у него. Он говорит. Я бы статью бы эту. Не выпустил. Потому что я вижу. Что. Это направлено. На. Разделение. Вот. Но я говорю. Ну. А сейчас. Так. Чтобы. Равенство. Выступила. Газета. Там. Мы. Сектантов. Подняли. Что. Они. Были. Увидели. Нерасхождение. Слов. Иисуса Христа. С делом. Священническим. И они. Говорит. Мы. Покинули. Храм. Церковь. И. Создали. Там. Свою. Пятидесятников. Вот. Поэтому. Люди. Наполняются. Выходят. Из. Храма. Самые. Такие. Которые. Здоровые. И они. Видят. Расхождение. Веры. С делом. И. Они. Покидают. И. Идут. В разные. Секты. Там. Образуют. И. А этот. Который. Там. Был. Он. Пришел. В церковь. Там. И. Крещение. Под забором. Он. С кафедры. Выступает. А сейчас. Он. С кафедры. Как. Он. По другому. Начал. Жить. Да. Явно. Что. Бог. Действует. Страх. Божий. Это. Секта. Он. Туда. Ушел. Он. 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 Был. Здесь. Но. Его. Ни. Ничем. Потому. Стояло. Вопросы. Задавал. По. Евангелию. Священники. Почему. Смотрите. В каком году все это происходило? А. Это. Уже после. Мы пошли на добычу. Золото искать. В тайге. Вот. Это 2004 год уже, наверное, пошел, вот был. Это государственная организация по золотодобыче. Да, государственная, по золотодобыче государственная организация, мы там устроились, и по тайге выезжали. Так, вы знаете, что этот Вячеслав приезжал в священник по Теревку? Да, слышал. Что интересно, когда он у нас побыл здесь, а он такой щупренький, ну, сравнивать по комплексу не приходится. А там наша знакомая сестра, вы знаете, о ком я говорю? Да, да, да. Вот, и она говорит, он когда приехал, мы, говорит, его не узнали. Он какой-то весь просветленный, прям так его коснулось это первое время. Я, говорит, где был-то? У них, говорит, все один к одному, это в Потеряевке был. Ну, и правда, он нигде не возникал, ничего не говорил. Но постепенно поддержки не было, к тому все вернулось. Ну, и вот он, когда, а мы устанавливались вот у одной сестры, там, вот, я говорю, вот сейчас на тебя будет гонение. Гонение за то, что мы у тебя чай попили. Вот, попомни мое слово, вот этот вот священник, он будет против тебя, войной пойдет. Мы мирные, но только как заговорим, а не к войне. И вот войну он открыл серьезно. Она там все, и просверы пекла, и на крыльце пела, и полы мыла, и там, ну, все вела, всю деятельность вела. Вот, и всегда первое, везде, везде первое. Я говорю, вот сейчас тебя посмотришь, с крыльца уберет, просверы отставить, с храма тебя погонит за то, что вы нас принимаете в воскресный день, мы приезжаем, вы чаем нас поете. Вот за это тебя погонят, что, что общение у нас идет. И точно. Вот, я говорю, а ты потом посмотри на душу, это как у тебя будет? У тебя будет спокойно и мирно. Ты только нигде не выступай против этого, подчиняйся. И она так и сделала. Говорит, он ее убрал. Говорит, как ты, батюшка, это видел? Да, я, говорит, я знаю, говорю, волки-то, в овечьей шкуре-то, они по-другому-то не могут поступать-то. Ее убрали с крыльца, просверы тут же запретили печь другому кому-то. Все, ее выгнали из этой, стой, мол, вон там, Кайси, в притворе. Когда он ходил, так, чтобы она не попала в этот круг. Когда батюшка обходит, так они ее за круг, чтобы вытолкнули. За круг вытолкнули, все. А все из-за того, что только что с нами она приняла и чай попоила. О как! Чаем попоила. А и пришел домой и выяснял, а пили мы ли там или нет. Пьем ли там вино или пиво. А мы вообще трезвый образ жизни. Какой там пить-то? У нас другие задачи стоят-то. А кто у вас там был такой, который говорил, сейчас с Потеряевкой разговаривать, поехать да сжечь их? А это один и романах был. Ну и стоим в алтаре. Все там, причастие произошло. Все там причастились. Я говорю, ну вот, Потеряевка, как ты вот относишься к Потеряевке-то? Да как отнестись? Надо поехать да сжечь ее. Я говорю, да ты что, в своем ли уме-то? Это после причастия, в своем ли ты уме-то? Батюшка, ты что? Там же дети. Как же можно сжечь-то? Там люди живые. Ну тогда, ну вот, разорить ее всю надо, разогнать. Я говорю, да ты что? Так нельзя говорить. А когда Ваня твой был и приехал, они не стали его исповедовать, прощищать? Вот, и Ваня вот последний год как-то ездил. В лагерь? В лагерь. Он уже подзрослел, мы его отправляли уже, я говорю, ума-разум, наберись. Вот. И вот он ездил, он всегда довольный, с лагеря приезжал. Он папу с мамой уже после лагеря строит. Как надо жить. Вот, нас уже учат. Ну и это, приехал, и уже гонения-то сильные ополчились, потому что после той статьи, как там побыли, все это было донесено архиерею, там уже ни кресту не подпускают целовать, ничего. Там страшное гонение. Пошло, пресс пошел просто, неимоверный. С крама гонят. Ну я думаю, ну я буду затерпеть до конца, пока вообще не выгонят. Ну и это, Иван готовится, хотел причаститься, вот, перед школой. Значит. Ему сколько лет уже было? Я сейчас не могу сказать, сколько. Ну лет 14, наверное, так, 15 было. Рост такой, рост. Отойди от меня, не буду тебя исповедовать. Все, он пошел к другому священнику. Я тебя не буду исповедовать и причащать. Все. А почему? А почему ты? Он говорит, ты скажи, что в Потеряевке там еретики. Я, говорит, не могу сказать. Там очень добрые люди, умные, грамотные. Они не еретики, у них все правильно, по уставу. Вот. Нет, ты скажи, мы тогда тебя будем причащать. Нет. Я, говорит, этого не буду. Ну и в другом его ломали, он устоял. Вот. Хотели клевету разную там навешивать. Он говорит, нет, нет, нет. Я слышал такое, отец Павел, что будто бы ваша жена, Надежда Павловна, говорила, что я, говорит, напишу там до патриарха, чтобы это дело разобраться. Как так? Не наисповать, не причащать? Вот они не наисповать, не причащать, ничего. Детей все, гонят. Ну и в дальнейшем вот это все накапливается. Они все четыре там собрались, чтобы нас полностью не допускать до храма. Ну вот постановление там между собой постановили. Но это не без архиереи, конечно, это все дело. Ну и мне вынесли такое. Вот. С первого, как говорится, я там между делом, когда бывал в храме, я говорил проповедь, благовестовал по теме евангельской, которая была, они многие не выходили там говорить и ничего. Ну и говорил, и мне просили прихожане навести порядок, дисциплину, потому что там не молитва, а базар. Гул стоит и все. Пришли, только общаются между собою. Ну и я взял проповедь Иоанна Златоуста, со святителя, вот, с книги. И по поводу того, что как вот они приходят, для какой цели вообще нужно приходить, молиться, общаться с Богом и молчать. Порог храма переступил, ты замолчал. Больше от тебя никаких слов не слышно было, кроме как ты молитву деешь. Бог и ты, больше никого. А если вы разговариваете, то вы пришли со своим навозом сюда. Навоз принесли свой. Этот навоз здесь трусите, сеете все это, заразу. Бог гневается на вас. А потом вы болящие уходите отсюда. Они здоровые, болеете потом. Ну и когда они услышали про навоз, их это очень оскорбило. Это, говорит, молитва у нас, говорит, пропала после твоей проповеди. Это слова Златоуста. Да, я говорю, это не мои слова, это Златоуста. А женщина, говорю, в храме молчит. В Евангелии написано. И епископ, священник, диакон, говорят, и посвященный чец. И крылья споет. Все, остальные молчат. И вот они после вот этой проповеди постановление сразу вынесли. Гнать его, чтобы ни одного духа. И мне так объявили, чтобы твоего духа здесь и вас вообще здесь не было. То есть моей семьи. Если вы еще раз придете, мы вызовем полицию, милицию, ОМОН. Психушку натравим на вас и братков. Там у них связи есть. Братки. Все. То есть вся опора ихняя. Московского, Московской Красной Церкви. Все. То есть все натравить на одну семью. Чтобы вашего духа здесь не было. Ну и после я этого ушел. После мы думаем, ну что больше там делать нечего. Все. Выгнали. Это был последний накал оттуда. Все. Надо кому-то искать, где-то находить архиерея. Вот по правилам истинного. Первое правило Василия Великого. Что найди истинного верующего архиерея. И к нему под его омофор пойди. И Господь благословил. В общем так. А Ваня после этого плакал. Дома пришел. Плачет. Я говорю, Вань, а что ты плачешь? Все Господь образует. Все так должно и быть. Я говорю, вот смотри. Вот Игнатий Тихонович написал открытым оком. Там восемь писем епископа катакомбного. Я говорю, прочитай. Давай вот. Послушай. Ну и ему начал читать. И это как бальзам на сердце началось. Вот. Я говорю, смотри. Где мы были-то? Глаза-то это все открывается. Что это красная, не каноническая церковь. А в чем дело-то? Мы благодать не отрицаем. Благодать есть. Все хорошо. Но обман стоит. Ложь стоит. Вот. Смешана истина со лжой. А это надо разделить. Это вот на сегодняшний день мало это кто понимает. Это святитель Аверки Тауших в зарубежной церкви. Он говорит, раздели, говорит. Отдели ложь от истины. Все, чтобы истина в тебе только была. А лжи, чтобы там никакой не было. Ну и он после этого успокоился. И мы перешли по домофор Русской истинной православной церкви. Вот. Архиерея. Там никто митрополитом-то? Тихона. Там выше не можно. Архиепископ Тихон. Архиепископ Тихон. Омский. Омский. Пасечный фамилий. Да. Мы под него пришли. И благословен тот день. Вот. Благодарим Бога. Всегда. Поем Богу Аллилуйя. 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 Вот. И дома возрадовались, когда приехал оттуда. Вот. И когда Божественная Литургия была у нас. Было очень чудно. Господь посетил милостью. То есть душа отошла от всего. Вот. Это то, что там делалось. А вы еще сейчас приехали-то сюда? Я сейчас приехал. Взять у Игнатия Тихоновича. Он благословляет Евангелие маленькие. Одна из книг Евангелия от Иоанна. Святое Благовествование. Одна из книг Святой Библии. 7-7 книг. Вот одна из книг Святой Библии. Для распространения. Потому что они быстро расходятся. Люди желают получать. Я вам еще тысячу сегодня даю. Последнюю. Васи Христос. Уже не первый раз приезжаете. Батюшка, вот такой вопрос есть. А епископ ваш знает всю эту историю о вас? Да, я это приехал на собеседование. Мне батюшка Яким дал телефон своего друга, отца Василия. Я с ним созвонился. Вот. И на какой день, значит, была назначена встреча. Вот. И я приехал на собеседование. И они меня выслушали. И я был удивлен. То есть, какие наши, тут, говорится, тогда, когда я был еще в московской, архиереи. Не подойдешь и не подъедешь, и не достучишься, и не зайдешь. Все на закрытых, и на дверях, и все. Вот. Запоры. Там неприступно все. И как все просто с тем архиереем, и с теми архиереями, которые именно ближе к народу, живут именно с народом. Вот. Я был, конечно, удивлен и поражен той простотой. Вот. И встречи, и общения, духовного общения. Вот. Он меня выслушал. Я его спросил, какая ваша вера, основывается ли она на Евангелии, на канонах. Вот. Вот. Православный, он говорит, да, у нас все это идет. И все, мы так же людей готовим. Занятия идут. И потом полным погружением. Крещение у нас идет. И все это безвозмездно. Торговли в храме нету. Вот. У них не торгуют тоже ничем этим. Никакими там свечами и все и прочее. Вот. Свечи только восковые. Вот. Отдельно. Поэтому это все было по душе. И все это было видно. Вот. И постоял его в храме, помолился, чувствовался благодать Божия. И в дальнейшем он назначил время, когда приехать. И еще раз приехал. И тогда уже там другие священники собирались. Я рассказал вот это все. То, что, как мой путь был жизненный. И они меня приняли по милости Божией. Даже если бы и не священником, я бы так бы просился бы просто под их амофор, чтобы быть единомысленными. Но Господь благословил служить. И так вот Божией милостью недостойный грешный раб служил. А почему у них вот этот гнев на вас вдруг распространился на сына и на вашу жену? Что даже из храма вас гнать надо, там и ОМОН вызвать, и братков на вас натравить? Я не могу ответить это за них, потому что это от них как бы этот гнев был и злоба. Ну, а мы знаем, злоба-то от сатаны, за ними сатана стоит. Но они-то как бы добрые, священники, хорошие. Но допускают врага до себя. В Святой Библии написано, не давайте место дьяволу в себе. То есть, это главная задача каждого священника, работать над своей душой. От того узнать, что вы мои ученики, если любите друг друга. Любовь на первом месте должна стоять. Любовь в сердце к Богу, всем сердцем, всем помышлением, всем разумением, всей крепостью своей души. Четыре раза. Всем, 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 всем. И ближних своих. Ну, а как мы можем Бога любить, если ближних своих будем ненавидеть? Конечно, нет. Поэтому, любим ближних, любим Бога. Любим Бога, любим ближних. А как это было, что священник на исповеди так узнал, что мои книги там у кого-то есть, и выманул их, и назад-то не отдают никак? К Новый Завет там у бабушки какой-то. Мы на каждом приходе старались оставить Новый Завет в толковании блаженного феофилакта, архиепископа болгарского. И по нему проводили занятия. Ну и когда, у меня их там четыре прихода, и когда меня не было, то они сами должны в воскресный день собраться, помолиться и по книге позаниматься, почитать. Одна читает, или один читает, а другие все слушают. И толкование, чтобы духовное размышление было обо всем. Ну и когда меня убрали, то священники полетели сразу по всем приходам, и все, что там было, они начали сжигать. А там было 300 томов по тристике. О крещении правильном. Игнатий Тихонович давал газеты. И там, и о посте, о том, чтобы бросить курить, пить, о пьянстве. То есть это все было выписано со святых отцов. И они этот костер начали сжечь-то, с этого всего материала-то. И бабушкам говорят, кидай в костер. А они, у них страх Божий, говорят, да вы что, батюшка, это же газета, это материалы. Кидай, говорит, Евангелие в костер, а то я сам кину. Нет, батюшка, не будем кидать. Библию, говорит, не читайте. Библия на налое лежала. Не читайте Библию святую. Не надо. Ничего. Говорит, кто читает Библию, с ума сойдет. Да кто-то они только умалчивают, что с ума-то ты с мирского сойдешь. Да на божественный ум взойдешь-то. Они-то это не договаривают-то. Ну и они перестали собираться, перестали Библию чтить. Вот все это торговля у них опять, они все на свои круги возвратили. Все это, чтобы все в торговле было. Вот. И вот это Евангелие, у них там трехтомник оставался. На руках у них в церкви была одна книга. Ну, Нового Завета, первый том. И они ее, я, говорит, конфискую ее, заберу и там мы ее сожгем в камне. Ну и когда мне позвонили, говорит, о его на сжигание, я сразу звоню ему, говорю, выручит-то книгу-то. Я говорю, смотрите-то, не сжигайте-то книгу-то. Отдай, верни мне. Ну, в общем, они мурыжили где-то месяца два, наверное. Кое-как от них вырвал. Они постановление сделали, сжечь эту книгу. Ну, Игнатий Тихонович рассказывал, что один священник-то. Говорит, пришли, прихожанам хвалятся, вы чувствуете у нас тепло в храме? Чувствуем, батюшка, так я Новым Заветом, говорит, протопил. Ну вот. В толковании блаженного феофилакта. Трехтомник сжег. Какие рамки входят? А как это было, какая-то женщина у вас? Когда вы хотели убрать вашего благощинного, гордиенка-то, а она за него заступалась. Ей вроде давали книги, она и хотела считать наши книги. А потом попала для Слова Божия не туз. И она говорит, ой-ой-ой, что же я делала, заступалась из-за этого. Это кто так было, как было? А вот Евгения Михайловна, она учительница, она там благоговела перед батюшками. Она их ставила якобох. Все, она ходила только к батюшкам и 20 лет. И она начала, когда она услышала, надо Библию читать. Прочитала Библию. А раз учительница, у нее вопросов масса, она написала целую тетрадь. Ну и принесла гордиенка благочинному. Отец Николаев. Да, отец Николаев. Ответьте мне на эти вопросы. Он повестал, посмотрел. Говорит, закрой-ка это все и выбрось, разорви. А Библию не читай. А ходи и молись. И вопросов никаких не будет. И так она и сделала. Поставила Библию. Тетрадку выбросила все. И ходила, молилась. 20 лет, говорит, сдря сходила, промолилась. Это город Камин-Наби. Да, город Камин-Наби. И в дальнейшем, когда я к ней снова пришел, говорю, ставь авторитетом Библию. Ставь, говорю, чтобы святые отцы у тебя были на первом месте. Начни читать. Она начала все это читать. Дал ей книгу Игнатия Тихоновича Лапкина. Для слова Божия нет уз. У ней глаза открылись. Ой-ой-ой. Да куда ж мы пришли? И куда ж мы, куда нас привели? И что ж мы так заблудились? Ну и, в общем, она стала все это снова осмыслять. На куда нам идти дальше? Я говорю, ну я ей сказал, говорю, у нас служба идет в служение. Желаете раз нас посетить, посмотреть? Ну вот, придите, мы не откажем. Ну и они решили приехать нас посетить, посмотреть, что у нас за служение идет. Ну и когда они побыли у нас в храме, они не захотели уходить никуда. Вот. Они покинули московский патриархат и перешли к нам. Они почувствовали разницу неба и земля. Ладно, еще, Сергей. Ну а сейчас... Вот, как Господь устроил. А я как раз что-то тут коснулся отца Павла. Про Евангелие речь зашла. И вот он тут стоит, тут ворот звонит, приехал. А у нас ворота открываем попозже. Вот как интересно. То раньше откроем, никого нету. Попозже кто-то приедет. Вот вчера интересный случай. Зашел к одной, значит, по домам. Вот. И одна говорит, проходи, проходи. Женщина. Там у нее бабушка. Старенькая. У нее сын и дочка. Ну а сын мне по дороге встретился. Ему говорит, зайди вот в этот дом. Там у нас родственники мои. Тоже им подари. Я ему подарил это. Милости Божией, Евангелие и книгу душа. И к ним зашел. Она говорит, проходи. И вот я представился, что с православной церкви. Заговествуем о Христе, о Боге. О покаянии, чтоб покаялись. Ну и она, значит, там вопросы разные были. Разобрали. Вот. Говорит, я чувствую, что она... Я говорю, мы молимся. Надо семь раз молиться. Семикратно в день прославлю тебя за суды правды твоей Господи. То есть семь крат, семь раз встать на молитву. Я говорю, вот подвигнуться на молитву надо. Молиться и читать Библию святую. Ну и она говорит, а я согласна помолиться. Я говорю, да, она сидит без платка. Без, значит, юбки нету. Я говорю, юбку надо длинную одеть. У нас правило. И платок на голову. Ну и она начала тут искать это все. Не может найти. Бабушке забрала платок. Вот. Говорит, да, я помолюсь. Бабушка в платке сидит. Вот. Да, я помолюсь. Я говорю, ну, хоть какую-то накидку. Простыню там. Она взяла простыню, замоталась. Я говорю, вставайте. Вот. Встали. Все как положено. Вот. Благословен Бог наш. Всегда на ней пресно и во веки веком. Аминь. И Царю Небесный. Прочитали Три Святоя. Вот. Тут у нас еще есть молитвы, прошения, просительные. Вот. Всех святых помянули. Ну, если желаете послушать, я мог бы сказать. Все. Сказать. Ну, прощаемся с Сергеем. Отпускаем его. Здесь вот, может, на пользу будут такие прошения. Прошения очень интересные. Я еще не досказал. Вот. То есть, человек хочет общаться. И вот, начал молиться. Там всем святым. Перечисления. Ну, и там такие вот прошения у нас есть. Мы включили, значит, семикратную молитву. Это благодарение. Три молитвы. Благодарни, исущие, недостойные рабитвы. И Господи, о Твоих великих благодене избывших, славящих и хвалим, благословим, благодарим, поим и величаем Твои благотрубие и рабскую любую пиемти. Благодетелю, спаси наш, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Твои благодеяния в даров Туне, яка раби непотребний, сподобшийся владыка. Тебе усердно притекающее. Благодарение по силе приносим. И Тебе, яка благодетелю Творца славящего пием. Слава Тебе, Боже, все щедры. И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Благородица христианам, помощницы Твоей. Предстательство, стяжавшей раби Твои. Благодарна Тебе, вопием. Радуйся, причистая, Благородица Деву. И от всех надбет Твоей молитвы всегда избави. Иди на вскоре, предстательствующая. Дашь мне, владычица, чистоту сердечную, простоту сердечную, сыновню и доверчивость, преданность и любовь Тебе всегда на ней пресно и во веки веков. Аминь. Дашь мне, владыка, человеколюбчий, сердце незлобивое, простое, открытое, верущее, надеющееся, любящее, щедрое, достойно местилище Тебе, благаго Бога. И жени от меня всякий грех, всякий плевел. Содела мне добрую пшеницу для Царства Твоего вечного. Замолить святые Твоей матери, Святаго Правильного Отца Накронштадтского, Святаго Царя-мученика Страстотерца Николая, Царица-мученица Александра, Цалевича-мученика Алексея, Царевна-мученица Великой Нижен, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, и всех новомучеников российских исповедников, и всех Твоих святых. Аминь. Дашь мне, владыка, очищение, просвещение, освящение, обновление, возрождение душ наших. Подай, Господи, подай, Господи. Дары, Господи, премудрости, страха Божия, рассуждение, целомудрие, здравый, чистый, быстрый, светлый ум, память трезвенник, дар слова и прочих добродетелей у Господа просим. Подай, Господи, подай, Господи. Вы же одеете на свою одежду милосердие, благости, смиренно мудрия, кротости, долготерпения в любовь. Доселяйте на слово Твое обильно, со всякой премудростью. Донесем себе слово мир. У Господа просим. Подай, Господи, подай, Господи. Вы же сокрушите сатану под ноги наше вскоре, со всей смелостью, мужеством, твердостью, дерзновением. Благовествуйте рабом Твоим. У Господа просим. Подай, Господи, подай, Господи. Вы же спасти нас в пустыне, то и спасение от антихристой печати. И, Господи, делайте нас верными рабами Твоими. У Господа просим. У Господа. Подай, Господи, подай, Господи. Вы же записайте нас в книгу жизни и стояйте в истине поколебимой, имея ум и чувство Христово. У Господа просим. Подай, Господи. Слава Христу. Подай, Господи. Вы же вселитесь о Господу Иисусу Христу в сердца наше, веру и любовь и страхам Божиим. У Господа просим. Подай, Господи, подай, Господи. Вы же утвердите себя Духом Святым во внутреннем человеке. У Господа просим. Подай, Господи, подай, Господи. Вы же движим и быть Духом Святым на всякое доброе дело. У Господа просим. Подай, Господи, подай, Господи. Милости Оставления Оставления прегрешения наших И соблазнам нашим у Господа просим Подай Господи Подай Господи Сейчас мы встанем с вами Покажемся какие есть Встаньте Мы сейчас заканчиваем Чтобы вам видно было Какие мы Потом когда будете слышать о нем Чтобы видно было Вот смотрите Это отец Павел самый есть Ну и я рядышком с ним Вот Он рыбак С голоду не умрет Вот он как Нас Господь сроднил За любовь к Господу Ну вот так вот сверху-то маленько гляньте Какие мы Он видите Он не стал советоваться с плотью и кровью Хотя плоти у него хватает Он прямо пошел Господь повелевает так Каноны так говорят И говорить о том что он не прав Они даже были доказать Он говорит покажите какой канон я нарушил Они так и не могли представить ему обвинение Вот на меня говорят Ты раскольник Еретик Патриарша Я говорю Ну дайте мне бумагу Чтобы я не забыл Кто я такой-то Еще нету Дайте мне бумагу Если они бумагу мне дадут Я теперь скажу Ну я-то не такой Ну а вы-то считаете А то что вы считаете Ничего не значит Но вы точно знаете Что я еретик И раскольник И ну как угодно там А теперь ваши епископы Московской патриархии Едут нам по деревку Едут с священниками Едут с семинаристами Служат С одной чашей прищищаются А каноны-то запрещают с еретиками Молите Вот вы теперь и попадаете под каноны А не я Я-то ни в чем не виноват Вы меня объявили еретиком А теперь к нему К еретикам каждый год едете И слушаете Они совершенно неразумные Если бы они думали Что есть Бог И есть Царство Божие И надо туда обязательно попасть Да зачем это все нужно Сколько Бог дал нам радости Внимания друг к другу Это Бог сделал так Ну что Христиан Я так хочу Христианские живота нашего Бестрастные Непостыдные Мирные И доброго ответа На страшном судище Христове Просим Подай Господи Подай Господи Отец Павел у меня жил Когда его знали Заступи, спаси, помилуй И сохрани нас Божией Своей благодатью Подай Господи Подай Господи О всякие скорби Нужды, печали О всяких песок Видимых и невидимых Спаси нас Господи Подай Господи Подай Господи Пресвятую, Пречистую Преблагословенную Славную Ладычицу Нашу Богородицу Преснадею Марию Со всеми святыми поминовшей Сами себе и друг друга И весь живот наш Христу Богу Придадим Тебе Господи Тебе Господи Яко благ И человека любит Бог Если и те славы Сылаем С обезначающим Твоим Отцем И сопресвятым И благим И уже тарящим Твоим Духом Всегда, ныне, пресно И во веки Ком, аминь Так вот, женщина Когда я это все услышал Ее сперва мутило Мутило Она не крещеная А потом говорит Истина с вами Бог Мне хочет рясу целовать Руки целовать Я говорю Перестань, прекрати Я говорю Сядь ты, успокойся Она села Дальше продолжил Я разговор Тут пришла дочка Она не хочет Меня отпускать-то Дочка пришла Я говорю Ну когда же она меня отпустит-то Думаю, сейчас доведу До кондиции ее Она говорит Да вот дочка любит Значит, она тоже не крещеная Крещению там надо Я говорю Ну у нас надо научить правила Там все это Говорится, Библию святую Почитать, Евангелие Походить в церковь Помолиться У нас безвозмездно крещение Не так, как там Полным погружением В реке Аби крестим Вот Ну и потом Она говорит А дочка вот любит У меня стихи Я говорю У нас полки ломятся От литературы разной От В интернете есть Я говорю Все записано И стихи, говорю, есть Желаете Я прочитаю вам стих Она говорит Желаю Ну я встал И Если Удобно Я сейчас прочитаю Я говорю Он называется Строительный отвес Дьякон Возглашает Премудрость Вонми Что значит Распримитесь Станьте прямо Не в дремоте Как боевые кони Готовы в бой Через брустверы и ямы А станет Россия Прямо Стоянием во Христе Размолоть и преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот Единственный отвес Евангелие Вот Единственный отвес Ну отец Павел Охота еще Что-то сказать Я записываю Вот Вот Я показываю еще Ей пока Достал из сумки Евангелие Говорю Евангелие Вот единственный отвес Все меры жадно Си скривила чинно Подмена гирью Продавца в суме Уменьшили длину По своему аршину Напишут Три в пота И один в уме Восстань Россия Прямо Стоянием во Христе Размолоть и преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот Единственный отвес Но никому И никогда не снилось Уменьшить тяготение земли Таков закон Зиждителя во милость Отвесом все Что вымереть могли Восстань Россия Прямо Стояние во Христе Размолоть и преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот Единственный отвес Не наше предстояние Не наше предстояние Пред Богом Не люди грешных Под нынешний момент Не дохлая мораль Не поэтичность Слога Наклон любой Отвес Сведет на нет Восстань Россия Прямо Стояние во Христе Размолоть и преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот Единственный отвес Стоишь ли Прямо С Библией Сверяйся И не склонись Под чуждое ермо Для выгоды Своей Шушуку И царясы Интеллигенция Давно ушла в дерьмо Восстань Россия Прямо Стояние во Христе Размолоть и преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот Единственный отвес Отвес На тоненьком Строительном шнуре И по нему Свой сног Поставим прямо Ограду выправь На своем дворе Кто не стоял По смерти Примут сраму Восстань Россия Прямо Стояние во Христе Размолоть и преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот Единственный отвес На высоте Не устоит Подпорка Завалился Лжевера Без канонов Искусством Оправдания Всегдашней оговоркой Корабль не спасти Что кверху В дном Утонет Восстань Россия Прямо Стояние во Христе Размолоть и преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот Единственный отвес Евангелие Вот Единственный отвес Аминь Ну и женщину Это Сильно Значит Лукавый Уже все Она внутри У ней Понимаете Все хорошо Но вот Когда Евангелие Это как в телевизоре реклама Так я не реклама Я говорю Проповедую Благовестую о Христе Чтобы наша жизнь Началась По Евангелию То всех людей По совести По Евангелию Ну и она там Значит Я тоже Психологии Занимаюсь Ты говоришь Психолог Говорит И В общем Мы расплащались Его звать Сергий Батюшка Себе упоминальник Запиши Болящего Он сильно помогает В деле В интернет Это мы все Выставим в интернет И до вас с вами Посмотришь Что тут было Так Благослови Сергий И мы отключаемся Бог тебе благословит Сергей Помогите Господь Терпеть Терпением вашим Спасайте души ваши У него руки Ничего недвижимое Просто так Благословите Господь Ну что Брат До свидания Все Я на техщу Хожу С Богом Ну спаси Хрис Хорошее утро было Сегодня Да Замечательно Вот так Ну Отключайся Ладно Это знаешь Где он находится Я тебе сейчас скажу Это город Воронеж Так Володя Сейчас маленько Погоди И мы начнем Смотри Так Ты торопишься Домой Да Все Давай Выключай На этом Все Уходим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...